Игорь Крылов Игорь Крылов Вяткина выходили полностью тренерский состав на поле, как тебе их игра, как, скажем так, играть полный матч практически с Санычем на поле, какие ощущения, насколько он добавляет команде? Ну, я бы не сказал, что кризис, это, наверное, фактор второй группы, где очень достаточно большое количество игр, объективно, это май, это весь все лето, это два месяца осени, это на самом деле очень энергозатратно, потому что тренировки, игры каждые выходные фактически, лето на ветер, грубо говоря, все пролетает мимо. Вот, но это наш выбор. Вот, по поводу кризиса нет, просто люди отдыхают, вот, и у нас непрофессиональный клуб, мы не можем там обязать кого-то, не уезжать и так далее, вот, поэтому играем чем можем. По поводу тренеров, я не могу оценивать, я игрок пока что. Ну, впечатления? Впечатления от Саныча, приятные впечатления. Ну, Иван Андреевич, это понятно, в принципе, вот, он и не избавлял особо, вот. А по Санычу очень был удивлен, что он всю игру выдержал с Вяткиной, что сегодня хороший темп держал, вот, поэтому, ну, впечатления отличные. В нужный момент они, короче, подключились и нам помогли. Сегодня новичок на поле Саша Лебедев, что про него скажешь? Ну, Саша уровень сразу виден, что это профессиональный футболист, это мысль на поле, это движение мяча более, ну, такое, более осознанное вперед и создавал большое количество моментов, сам мог забить неоднократно. Вот, это, безусловно, для нас усиление, и я очень рад, что он к нам присоединился. Ты, так же, как и многие, активно участвуешь в диалогах ВКонтакте, да, в комментариях тебя частенько вижу. Злые языки пишут о том, что фарт закончился, что бы ты им сказал? Ну, я там уже написал, что собаки лают, караван идет, это не фарт закончился, ну, какой фарт, фарт с никой, которая подвозит там людей, образно говоря, там, под нас, грубо говоря, вот, или фарт в том, что, я не знаю, там, ну, какой фарт, какой фарт. Все видео с играми есть, и я не считаю, что там какой-то фарт был. Если у нас в команде удаление, ну, как бы, это две игры с шором, два удаления, и на зубах, там, грубо говоря, выигрываем какой-то фарт, это не фарт, это работа. А те, кто пишут, ну, пусть пишут, по ту сторону экрана, пожалуйста, пишите сколько угодно. Следующий соперник, я так понимаю, авангард муромский, команда набрала очень хороший ход, там, пять или шесть побед подряд, какое настроение сможем побороться, что-то сделать на выезде с ними? Я тебе так скажу, вторая группа, это плюс-минус все соперники равные, в плане того, что в одной определенной игре любая команда может обыграть любую команду. То есть, это непредсказуемая группа, если по третьей группе, там, в принципе, все понятно. По первой тоже плюс-минус, там, ну, лидеры сразу в начале сезона определяются, и сенсации, там, как правило, сюрпризов никаких нет. А вторая группа, я опять же говорю, здесь все зависит от того, сколько людей на игры подъезжает, там, еще каких-то факторов. Вот, поэтому я считаю, что я сам с авангардом не играл, я был в отпуске, и, к сожалению, следующую группу пропускаюсь за работу. Вот, но видео нарезки смотрел, команда хорошая, вот, там у них в центре поля мужичок неплохой, вот этот высокий у них подключается на стандартах, они его используют, тоже очень полезно. Ну, в целом, крепко, хорошая команда, одна, я считаю, из лидеров группы. Поборемся? Тяжело, конечно, поборемся, мы со всеми поборемся. Спасибо, Егор, с победой. Спасибо.